У нас алкоголь является тяжелейшим катализатором многих социальных бед и последствий. Это и разводы, аборты, смертность, преступность, ДТП, травматизм и так далее. И вот здесь мы говорим о том, что в первую очередь данная инициатива, что те меры, которые есть на сегодняшний день, они уже не действуют. То есть ситуацию, тем набором законодательных ограничений, другого характера, мы ничего не добьемся. У нас, во-первых, сильнейший демографический обвал, если это можно так называть. У нас убыль населения за 2020 год составила свыше 500 тысяч человек. И нужны более конкретные решительные меры. И в том числе ограничение продажи алкоголя, вывод крепкого алкоголя в социализированном магазине, конечно же, положительную динамику даст. У наркологии есть такой прием, его наркологи часто используются независимыми, когда их с тяжелого наркотика пересаживают на легкий. Алкоголь в любом виде наркотик, в любом виде опасен. Наша задача, я имею в виду государство в целом, выставить систему защиты здоровья граждан максимально профессиональной. То есть понижение градуса потребления и в идеале помощь людям отказа от потребления. И здесь мы говорим в первую очередь о том, что это нормальная международная практика. Опыт Канады, Финляндии, он положительный в этом направлении. И нам надо двигаться тоже в вопросе эволюции, защиты собственного здоровья. Поэтому наша инициатива была направлена в Минпромторг, мы ждем реакции, мы хотим, чтобы здоровье наших граждан было в вопросе приоритета, чтобы мы не с последствиями боролись, а работали на опережение данного вопроса.